Ну вот, получила я российское гражданство, много планов у меня сейчас, работы очень много, у меня и творческие планы, и экстрасенсорные планы, и в интернете планы, ну в общем, вся в работе. Но вот это видео я хочу рассказать вот о чем. Как бы в интернете статейки идут, что в России хотят сделать, ну как бы вот такие вот удостоверения, как вот в Казахстане, и что это там и 666, и что там будут воровать данные, и все остальное. Вы знаете, вот такие вот удостоверения в Казахстане, вот у меня еще не сданное удостоверение, и не сданный международный паспорт в Казахстане. То есть мне еще надо будет ехать в Казахстан и сдавать эти документы. Эти документы у нас с начала 90-х годов. И уже даже вот это удостоверение у нас уже менялось. То есть старое мы меняли на новое. И вы знаете, за это время ничего абсолютно не случилось. Никто ничего не воровал, никаких в общем-то проблем не было. И вообще с этим удостоверением очень удобно. Все-таки оно маленькое, оно, как говорится, и в кошелек войдет. Во-вторых, придя в ЦОН, это у нас вот ЦОН, называется такая организация, где можно сделать абсолютно все справки. То есть в одной организации. И точно так же вот ведешь свой, ведут и, в общем-то, тебе там все есть. Конечно же, бояться стоит преступникам, там каким-то ворам, там вот такое. Им, может быть, стоит бояться. Но бояться вот таких вот удостоверений нормальному честному гражданину, ну, совершенно не стоит. Ну, очень многие, в общем-то, люди знают о том, что в Казахстане такие удостоверения давно. И никаких у нас, в общем-то, проблем не было. Поэтому я считаю, что вся вот эта вот заваруха с подобными удостоверениями, которые хотят тоже сделать в России, это все, опять же, дело рук оппозиции. Лишь бы, как говорится, поднять какой-то шум, лишь бы, как говорится, наделать какого-то кипиша. И, в общем-то, больше ничего. Поэтому я советую не слушать этого. Это вообще очень удобно.